Крупный план Система образования Добрый день, Михаил Васильевич Когда все это движется Анатолий Михайлович Ну видите ли, если вот Говорить о том, как развивается Система образования, то мы должны Посмотреть назад в историю Потому что не зная истории, не зная того, что было До того как Мы в принципе много чего может и не поймем Поэтому я бы сказал о том Что самые тяжелые Период моей работы в годы Это были конечно 90-е годы 90-е годы, когда Если говорить о них, мы не можем обойти молчанием Распад Советского Союза, это социально-экономический Кризис, это изменение совершенно Политики, либеральные Реформы, которые начались К чему все это привело? Самый первый шаг Который сделало тогда государство Ну оно сделало его понятно, почему Потому что тогда господствовала теория, что рынок Решает все проблемы, что не нужно Ничем, так сказать, управляться С уровня государства Рынок все расставит на свои места И была сделана такая вещь Когда все государственные в то время Школы были переданы в муниципалитет Но что такое было, были муниципалитеты И до сих пор, чем они являются Они же ничего не имеют, по сути дела Бюджетов собственных, по сути дела, нет Они все дотационные И по сути дела, что произошло сразу Огромная материальная база образования И других сфер, социальной сферы, скажем так Она свалилась на эти муниципалитеты Которые жили без денег И в итоге до сих пор Школы не имеют спортивных залов Особенно сельские школы Нет столовых, нет даже водопровода Во многих школах Нет теплых туалетов Все это осталось, как вот было Это в первую очередь в районах, да? Да, в районах И сегодня ведь и городские школы Районные школы, так называемые Они тоже в материальном плане Не очень выглядят Как по-современному, так скажем Поэтому это одна сторона С другой стороны На этот период как раз приходится Страшная по своей, так сказать Разрушительной силе демография Демографический спад И огромное количество детей Мы просто потеряли Я вот сразу две цифры приведу В 88-м году Мы в первый, не в первый класс А за парту 1-го сентября Посадили 263 тысячи школьников Я уходил когда В области? В области 263 тысячи школьников Безумная цифра Она была такая безумная И вот И когда я уходил Сейчас там 7 тысяч 6 тысяч Нет 130 тысяч Семь тысяч Сейчас 130 Да 130 тысяч учащихся Сегодня осталось То есть Вот как раз Ровно в два раза За 28 лет Сокращение Произошло в два раза Причем ведь Огромное количество Было дошкольных учреждений Полторы тысячи Дошкольных учреждений К тому времени Вот к нашему времени Их осталось Чуть более 500 То есть Осталась только Одна третья часть А что это такое? Это мы потеряли Лучшую часть Воспитательного корпуса Корпуса воспитателей И до сих пор Возможности Вот этой системы Дошкольного образования Они не восстановлены Мы сегодня не можем Сказать что у нас Все дети ходят В детские сады Особенно с полутора лет До трех лет Это огромная проблема Остается У нас не хватает Воспитателей У нас за эти годы Выросла Неимоверно выросла Плата за содержание Детей в детском саду То есть Очень много таких вещей И конечно же Еще одна из таких последствий Одно из таких последствий Которое Привело к муниципализации Это конечно кадры Во первых С кадрами обошлись Очень Ну как говорится Плохо Потому что 90-е годы Это был период Когда они выдавали Заработную плату Михаил Васильевич правильно сказал На себе Это тоже испытал Вы как раз карьеру Учительского Михаила Васильевича Я только начал В 90-м году Работать в школе И почувствовал это Когда мы по полгода Не получали зарплату Это было конечно тяжелейшее время И когда приходилось встречаться с коллективами А с коллективами приходилось встречаться часто Это была боль неимоверно Потому что женские коллективы У одного дети учатся У второго так сказать Еще какие-то проблемы А зарплату не выдают На что жить Ну хорошо если когда муж Работал в какой-то другой Иной сфере А если оба учителя Это вообще была катастрофа Поэтому вот это привело еще к одному И в тот период как раз Ну мысли на селе подсобное хозяйство спасало Ну может быть в какой-то степени Да Но деньги живые все равно оставались Как бы необходимостью И еще одна вот с кадрами проблема была Я не знаю может быть Не так она бросается в глаза конечно Но Тогда ведь начались выборы глав районов И я вот по своим ощущениям Понимал что те главы Те руководители Которые были в конце 80-х годов В начале 90-х Это коренным образом отличались от тех Которые пришли позднее Уровень их квалификации Уровень их профессионализма Был совершенно другой Ниже выше Ниже конечно Потому что они оказывались Ниже случайными людьми Их выбирали Выталкивали А как руководить Как рулить в этой ситуации Многие не понимали И еще была вещь такая Когда приходил новый глава района Он начинал подбирать команду И как эта команда подбиралась У нас же стало и до сих пор Продолжается на мой взгляд Подбирается Я тебя хорошо знаю Ты мой товарищ Не по уровню профессионализма Зачастую А вот так Приблизи к тебе И вот так формировались эти команды Поэтому уровень руководителей Уровень педагогов В то время Потому что большая часть Или не большая часть А большая часть Ушли На рынке тогда Смеялись Учитель один торгует А как быть По-другому было Так что вот это Начало той Так сказать Ситуации В которой оказалось образование Ну а дальше Система развивалась Анатолий Михайлович В то же время В 90-е годы Были и годами творчества Абсолютная свобода Да Когда была свобода творчества Денег нет Но ты свободен Когда начали возникать Инновационные образовательные учреждения Когда Кировская область Одна из немногих В общем-то Сделала положение о лицеях И мы поддерживали активно Инновационные образовательные учреждения Лицеи Гимназии Школы С углубленными учениями Отдельных предметов Как раз тогда В основном Большинство лицеев кировских Они тогда и возникли В 90-е годы Откуда вообще пришла эта идея Будем создавать лицеи Ну они возникали Конечно же Тогда появилась идея О том что Разные программы Должны быть в школе То есть Углубленная программа Изучения Так сказать Более Для тех детей Которые имеют проблемы То есть Раньше была Единая программа По ней все работали Так сказать Все были равны Да А сейчас появилась Вот такая возможность И правильно Михаил Васильевич говорит о том Что бюрократический пресс Рухнул Его не стало вдруг Понимаете И появилась свобода у людей Люди начали творить И тогда Было главное Вот на мой взгляд Я до сих пор это говорю Главное не мешать Главное поддержать И мы поддерживали Поддерживали всех руководителей Которые так сказать И тогда возникло В области Более 70 школ Из них Лицеи Гимназии Но большинство Конечно школ С углубленным изучением Отдельных предметов Вот это сейчас Целая когорта Где-то около 70 Сегодня работает На мой взгляд И они Но правда В последствии Мы стали уже более Жестко Давать разрешения Потому что Если ты заявился Как лицеи Как гимназия Ну извините Должен тогда и уровень Этого образования Поднимать Была какая-то квота Не знаю На создание Нет Кто хотел Тот создавал Если ты чувствовал Если ты чувствовал Себе потребность Возможность Педколлектив Готов был к этому То пожалуйста Это твоя была Инициатива Вот так мы работали Ну вот нельзя не согласиться С Анатолием Михайловичем И с Михаилом Сиричем Действительно Время было и трудное Но оно было Очень интересно И действительно Простор для творчества В это время В 92 году Вышел первый закон Об образовании Вот И он дал возможность Вы тогда напомните Где работали Я тогда работала В педагогическом университете В то время Кировский педагогический Кировский педагогический университет Да Доцентом на кафедре Физической географии И то же самое было И в высшей школе Тоже зарплату не платили Но видимо Если человеку отданы Какой творческий там Есть у него потенциал Он его реализует И в то время Начали возникать И частные школы И частные детские сады Тогда меньше были Они как-то сейчас Активнее возникают И частные высшие Учебные заведения Вот может быть Это в какой-то степени Даже я Такую может быть Даже ты не крамольная мысль скажу Что Это помогло Сохранить педагогический корпус Вот именно тех профессионалов Которые были Потому что Не получая зарплату Мне легче говорить О высшей школе Не получая В государственных Учебных заведениях Высших Они шли в частные Где была действительно зарплата Потому что Обучение было платным Либо совмещали Ну безусловно Большинство сначала совмещали А потом уходили Я позволю с вами согласиться Потому что в области В то время существовало всего 4 маленьких частных школы А школы А вуза сколько возникло? Ну вузов-то это было Почти до 20 Это даже не назвать вузами Это было сложно А филиалы были Так ведь? Филиалы И два частных вуза были Своих Небольших Но тем не менее Они сюда привлекали кадры Причем самая высоко квалифицированная Это я согласен А вот на школьное образование Это проектировать У нас по-моему по сей день Две школы всего Не помню сейчас уже сколько А вы в свое время возглавляли МГИ Я возглавляла филиал МГИ И вот Анатолий Михайлович В свое время мне сказал такую фразу Про Есть В жизни есть место подвигу Да Да Но это были серьезные Такие были интересные годы Но тем не менее Мне кажется Знаете Вот мы где потеряли Что мы образование сделали услугой У нас сейчас Это образовательная услуга И вот Мое глубокое убеждение Что все-таки Нужно готовить учителей А не бакалавров Потому что Когда готовили учителей У нас только методики Вот сколько было Наверное 4 года У нас было методики преподавания Той дисциплины Которую ты будешь потом В школе детей учить Сейчас этого конечно меньше Безусловно Нынешние выпускники Знают сам предмет Без всяких Физику, литературу Математику Какая разница Но как этому научить детей Зачастую для них Представляет очень большую трудность Они не умеют этого делать Они и хотели бы Они просто не умеют этого И поэтому на директора Ложится очень большая ответственность И на учителей, стажистов, наставников Ложится очень большая ответственность Чтобы научить этому ребятам Чтобы они могли Научиться Тому или иному предмету Подождите, я учился на рубеже 90-х, 2000-х У нас очень серьезное внимание Методики удалилось Сейчас нет этого что ли? Потому что выпускали в то время Еще учителя географии Учителя физики Нельзя сказать, что этого нет Оно есть, но не в том объеме Не в том объеме Очень мало практики стало В ЛУЗах Приходит новая горда учителей Которая, к сожалению Я, кстати, практику Физматик проходил Нет, ну молодые учителя Которые относительно Недавно завершили обучение Они имеют меньше Вот в этом плане Методического потенциала Если у них нет Самого стремления К изучению методики То, к сожалению Бывает тяжело преподавать И раньше Очень много было Методических объединений Когда учителя Все знали друг друга Я, будучи молодым физиком Прекрасно знал всех Так сказать Учителей в возрасте Коллег Которые меня обучали Молодого учителя Учили меня Рассказывали Как надо делать То есть в любой момент Можно было обратиться Причем такие учителя Были не только в городе Кирове Они были в районах области И таких учителей было много И мы знали всех друг друга А сейчас этого нет Сейчас, к сожалению К сожалению Сложнее Методическая служба У нас много потеряла Вот как раз того Что было в 90-е В начале 2000-х Но я очень надеюсь В том, что мы сейчас Восстанавливаем эту систему Это была великолепная система Потому что На встановлении Молодого учителя Играла огромную роль Потому что я тоже помню Когда я начинала Учителем в 58-й школе То встановление меня Как учителя И как педагога Вот методическое объединение Сыграло огромную роль Там были профессионалы И были очень мудрые наставники Вот я удивилась Что этого нет Я немножко, конечно Отошла от школы Это есть Просто это не в таких объемах И, к сожалению Не все учителя знают друг друга Вот этот момент Скажем так Немножко не очень хороший Вот эта область Как раз Которая нуждается В очень серьезном реформировании Вот эта область Именно методическое Сопровождение Премьерная программа Нужно разработать Учителю доработать Эту премьерную программу Министерство не смогло доработать А учитель теперь должен дорабатывать Это кипобумаг и всего прочего Так вот нужно Сегодня таких специалистов много Их нет по области Поэтому вот я в свое время еще И у меня идея-то как бы осталась Сегодня переформатировать Всю эту методическую службу Каким образом переформатировать? Я в свое время рассчитывал Когда были округа образовательные Восемь образовательных кругов При каждом образовательном округе Создать информационно-методический центр Под эгидой нашего Института развития и образования Там должны быть специалисты По каждой предметной области Не менее двух специалистов Там должны быть люди Которые могли бы дать Квалифицированное И сопровождение Обеспечить воспитательную работу И так далее То есть там набор должен быть Всех людей Которые могли бы помогать в школе И вот эти специалисты В округе Они должны работать С методическими объединениями Которые есть в каждом районе Математиков Там русоведов И так далее То есть вот по такой схеме Говорите специалистов Нет где их взять А специалистов Ведь можно сегодня взять Вот мне тоже такой вопрос Где взять У нас есть замечательные учителя Почему бы не дать ему Допустим полставочки Той же самой Нагрузки Чтобы он не бесплатно бегал Работал А он мог бы на месте Проводить открытые уроки То есть учить на месте Почему не сделать эти вещи Будет учителя Время этим заниматься Ну почему не будет Время силы Сегодня учитель Ради того чтобы Помочь своему коллеге Передать свой опыт Я думаю что на многие пойдут Но сегодня Не то время Когда мы бесплатно Можем сказать Ну-ка иди На общественных началах Потрудись Все равно Учителю надо Надо помогать В этой ситуации Поэтому нужно создать Такую организационную структуру Которая это могла бы сделать Вот это я и предлагаю Причем интересная вещь Вот я в 2015 году уходил У нас было Муниципалитет Летом 2015 года Летом 2015 года Когда я уходил В муниципалитетах Было в метод кабинетах 260 ставок То есть если мы возьмем Грубо говоря На информационно-медитический центр В округе где-то примерно Ну 16-15 ставок То у нас остается Количество этих ставок За счет которых Мы могли бы увеличить Заработную плату этим людям А я считаю Что методический Должен получать Не менее 30 тысяч рублей Это однозначно И мы могли бы поправить И материальную базу Эти метод Информационно-медитических центров То есть можно это сделать Но вот пока Это с трудом Так сказать Продвигается идея Михаил Васильевич Вы недавно С поста руководителя Министерства образования В принципе наше образование Кировское образование Оно сейчас в этом направлении Движется И вот с января месяца У нас увеличилось количество Государственных школ Сейчас в каждом Муниципальном районе Кировской области Есть государственная школа То есть это крупная школа Которая как раз Должна стать Это так называемая Система опорных школ В районах области Значит у нас было Определенное количество Таких опорных школ Уже И вот мы сейчас добавили Чтобы в каждом муниципалитете Было по такой школе И такая школа Как раз Именно название опорная То есть она станет опорой Для всех учителей района Районных школ И как раз вот то Что Анатолий Михайлович говорит Вот такие учителя Которые есть Хорошие учителя В этих опорных школах Они должны стать Такими методистами Ну вот Систему конечно Надо еще по хорошему Разработать Как это все будет действовать Но Опорная школа Является методической службой Для всех школ района А те лицеи и гимназии Школы с улучшением Отдельных предметов Которые Работают в каком-то направлении Ну например физико-математические лицеи Понятно это физика-математика Экономика правовой лицеи Лицеи естественных наук Вязко-гуманитарных гимназий И другие Они Уже Являются профессионалами Своего дела И там есть специалисты В узкой сфере И мы будем являться Своеобразными такими Кластерами Например физико-математического Образования И уже Будем такими Опорными школами Для всех школ Области Но в узком направлении По конкретным Специальностям То есть вот сейчас Это идея методической Работы И не только методической Потому что Здесь идет Речь о сетевом Взаимодействии Школ И о дистанционном Образовании И когда мы говорим О том что В школах Где не хватает Учителей Непосредственно Какой-то конкретной Специальности Можем говорить О мобильном Учителе Когда учитель Может работать В нескольких школах Перемещаясь На своем Автомобильном транспорте Который ему Будет предоставлен Идеи Вот эти вот сейчас Идеи Которые начинают Разрабатываться Они достаточно интересны Я считаю Что они должны Исправить ту ситуацию Которая сейчас есть И в нехватке кадров И может быть Вот в недостаточном Профессионализме Некоторых кадров То есть мы сейчас Не говорим Что у нас вообще Не хватает профессионалов Но к сожалению Пока еще не все Учителя Того уровня Который бы нам хотелось Чтобы заработала Вот мы сейчас Работаем в этом направлении То есть тут Сроки Но во-первых Михаил Васильевич Проработал год министром Он понял Что эта идея нормальная Это ваша идея Ну нет Ладно Моя идея Но он понял Что по этому пути Найти Потому что мы сегодня Еще можем найти специалистов Но вот эта чехарда С министерскими Так сказать Заменами Я не уверен Что она опять Быстро начнет реализовываться Это надо понимать Это надо чувствовать Вот как говорится Задним Затылком Или как Не знаю чем Но это чувствовать надо Но это вот чувство Я чувствую Что пока Самое главное То что Эта идея Она не только и наша идея Потому что Сейчас речь идет Министр образования и науки Российской Федерации Объявила Что Ну примерно там К 20-му году Все школы станут государственными А это вот наша идея Она повторила нашу идею А мы Так от нее уходили И снова к этому приходим До того как объявило министерство Мы эту идею уже начали реализовывать Государственная То есть из бюджета региона Она началась Да Региона У нас 18 школ Уже было Создано И вы хотели создать больше Около 100 школ Надо было создавать Но тогда Белых не согласился На этот вариант Сначала поддерживал А потом вдруг Обрубил все это И все остановилось С чем связано С трудностями бюджета регионального Финансирование А они же из муниципалитета Уходили государственные Сколько сейчас на эти 29 госшкол Стратится бюджет Я конкретно Я не помню Что мы говорим Методических служб Вот этих проектов Проектов дистанционного образования Мобильные учители Для некоторых других И имеют возможность учиться И совещаться Совещаться Нет Я не методическую работу Имею ввиду А я имею ввиду Муниципальная школа Или государственная То есть в Кирове Когда планируется Запустить этот процесс Чтобы они стали государственными Василий обещает Через 3 года Но это пока не очень понятно Вот мы как раз Отрабатываем На области Некие механизмы Такого перехода Мы пока не говорим О крупных муниципалитетах Только говорим именно То есть исключая Как раз Киров Я думаю что Посмотрим Вот будем переводить школы На государственные Постепенно посмотрим Какой эффект Какая нужда в этом Может быть крупные школы Крупные муниципалитеты Останутся руководителями Своих школ Может быть они будут переведены Сейчас отрабатываются механизмы Поэтому я думаю Сейчас рано говорить Через год Через два будет видно Ведь Василиева Через три сказали Василиева почему пришла К такому заключению Потому что в стране В свое время Глава Миноборнауки Миноборнауки Потому что в стране Было единое образовательное пространство В Советском Союзе На всех 15 союзных республик Все потом Потихонечку Начало разрушаться Сегодня даже в России Единого образовательного поля Как такового Ну условно можно сказать Но оно же декларировано По закону Декларировано по закону Тоже приняли и поняли Почему Вот простейший вопрос Вот сегодня образование Как мы говорим Единое образовательное пространство Но в муниципалитетах Назначает директор АКТО Глава района Он подчиняется Он учредитель Он подчиняется учредителю И работать в этой ситуации Очень сложно Потому что Ну если ты Не хозяин Так сказать И не можешь заставить Своего подчиненного Работать так как надо То это очень бывает сложно Поэтому надо Чтобы все это было Из одного центра И вообще Вот сейчас я смотрю В последние Так сказать Годы Все же идея Централизации управления Она начинает Потихонечку приобретать Так сказать Большее влияние И все стремятся Централизовать Ну действительно Когда все ресурсы Распылены Когда возможности Принимать решения Переданы на разные Так сказать уровни То создать Нечто единое Которое бы работало В масштабах Там области Или страны Это очень сложно Поэтому вот Васильева Пришла к такому выводу Но мы в 10-м году Вот когда пошли По этому пути Мы то же самое говорили Один к одному Что нужно именно Чтобы школа была государственная Чтобы она так сказать Вокруг себя стягивала Ведь вот Михаил Васильевич Сказал про развивательные классы Но тут еще одна идея есть Вокруг вот этих базовых Или опорных школ Нужно создать еще Школьные круга Эта идея Она не новая Она сейчас И в некоторых регионах Так сказать Муссируется Но именно школьный округ Который будет Вот работать В едином ключе Будут единые программы Единые Учебники С учебниками тоже В общем проблематично Сегодня Учебников много Я вспоминаю пример Когда я приехал В одну из школ Киевской области Уже начался учебный год И все полки Заполнены учебниками Новенькими учебниками Я говорю А что учебники не раздаете Нет мы раздали А почему А учебники были Занкова А вот учительница У нас ушла И она отказалась И вся начальная школа Вся там Небольшая сельская школа Вся начальная школа Стоит на полках По каким учебникам Учиться никто не понимал Вот так что Это серьезная вещь Серьезная вещь очень С этим как раз и связано То что у нас есть Проблемы в методике Потому что разные Учителя работают По разным предметам Кто выбирает Учитель выбирает Учитель выбирает Выбирает образовательное учреждение Но у нас понимается Как учитель Учитель заказал себе Там физику Такого-то автора Или там Историю такого-то автора И все покупает А когда кстати Напомните Если уж говорить Об историческом аспекте Когда вариативность Возникла вот это По какому учебнику Начало 90-х По сути Первый закон образования Он закрепил Он закрепил Эту возможность Выбирать программы И вот как раз Эта вариативность У нас сначала Вроде бы это было хорошо Потому что мы имели право Выбирать разные программы Но потом Это очень сильно расплодилось Потому что стало Очень много программ И когда ученик Переходит из одной школы В другую Он Возникает сложности Потому что программы разные В одной школе изучали Одни темы В другой Другие Это сложно И учителя С трудом Могут Так сказать Сотрудничать С точки зрения методики Обучая друг друга Помогая друг другу Потому что Разные программы Разные подходы И в этом конечно Есть сложности Но сейчас Как раз Глава Минобор Россия Она увидела Эту проблему И сейчас пытаются Сократить И количество Учебников И вот количество Этих программ Дело дошло до чего Учебник стал диктовать Собственно говоря Содержание образования Учебников много Учебники разные Качества совершенно Присосались коммерческие Структуры Это же огромное Да Это огромное количество Денег На выпуск этих учебников Поэтому коммерческие Структуры Это создаётся Само министерство Они начали диктовать Не стандарт Общее образование А именно учебник Вот учебник Учитель попал Он и учит по нему То есть Ему стандарт Знаете Как говорится До лампочки Поэтому Это надо было И исправлять И очень срочно Ну дай бог Что сейчас потихонечку Так вроде бы Правляться начало А так ведь Вообще ситуация Была непростая Сейчас активно Мы развиваем Конечно Дистанционные Методы обучения Я думаю Что в будущем Значения Это будет Больше ещё Потому что Сейчас Много очень Цифровых ресурсов И мы вот уже С вами говорили Немного Что ученик Может найти Всю информацию В интернете И кажется Как будто бы Роль учителя Уже ничтожна Но ученик Может найти Информацию И то Которую не нужно И та Которая неправильна Сейчас очень много Фейковой информации Ученик может И вообще ничего не искать И не захотеть Просто искать Поэтому конечно же Роль учителя В любом случае Сохраняется Но дистанционные Формы обучения Они будут развиваться И мы сейчас Об этом очень Как бы активно говорим И вплоть Начиная там Скажем Каких-то Разовых курсов Но я думаю Что мы придем И к систематическому Обучению В дистанционном формате Потому что В районах Скорость интернета Потихонечку У нас увеличивается И возможности Технические возможности Они такие становятся Возникают у нас В области А насколько Сейчас массово Я хочу уточнить Дистанционное обучение Пока это еще не массово Пока это не массово Михаил Алексеевич Это только технологии внедряются Это же не полностью Обучение дистанционное Это отдельная дисциплина Отдельные предметы Темы Сейчас мы говорим о том Что таким способом Можно решить Проблемы кадровые Где нет учителя У нас есть ряд школ В которых отсутствует Учитель И они дистанционным способом Обучаются Пока это разово То есть у нас есть инвалиды Которые находятся дома И индивидуально Обучаются дистанционно Но Вот То есть пока Только дети С ограниченными возможностями Это и задумался проект Как для детей С ограниченными возможностями Это из этого Это выросла уже Несколько Другая ситуация Но мы говорим сейчас Что одаренные дети Которые не имеют возможности Заниматься дополнительно Они сейчас могут Тоже получать дистанционное Дополнительное обучение По каким-то конкретным предметам С более сильным преподавателем Да С более сильным преподавателем Это реализовано и в Москве В Питере Это реализовано Вот сейчас уже и в Кирове Поэтому Но это вот не только В школах дистанционно Вот сейчас мы очень активно Это используем в ВУЗе В центре довузовской подготовки Когда мы Ведем профориентационную работу Работу довузовскую С разными районами Потому что ребятам Из районов Приехать на подготовительные курсы Медицинские Например университет Это практически невозможно А вот используя Дистанционные технологии Они слушают наши занятия Проходят и уровень у них Потом подготовки Не ниже наших ребят Поэтому это конечно Очень большое достижение Но дело в том Что нельзя наверное Все же пропагандировать Дистанционное обучение Или как ведущую Нет конечно Это только Нельзя ставить Если у нас пойдем По такому пути Мы значит похороним Школу окончательно В дополнение только Это да Это возможности Сегодня дополнительные Это действительно Работать с больными детьми Работать с разной категорией Ну вот простой пример У нас в Белой Холунице В одной из школ сельских Не стало учителя иностранного языка Шесть выпускников школы И наш центр Вот дистанционного образования Он подхватил этих детей Все шесть раздали Так сказать экзамены Причем большинство Из них поступили в вузы А там нужно сдавать Иностранный язык То есть вот таким образом Мне рассказывали Как много детей наших Сегодня С родителем Уехали за границу Учатся в тех школах Там русский язык не преподают Вот наш центр Занимается этой работой И учить наших детей Русскому языку Они находятся там В Китае В Бразилии В Аргентине И вот То есть Вот это возможности сегодня Поэтому конечно Упускать эти возможности Ни в коем случае нельзя Но уповать на то Что это панацея От всех наших проблем Когда нет учителей И прочее Это тоже наверное неправильно Все таки роль учителя Она великая Никто учителя не заменит Я прошу прощения Давайте сейчас Сделаем небольшую паузу Рекламную После чего продолжим Крупный план Продолжается наша программа Я напоминаю Что говорим О развитии системы образования В нашей области На протяжении последних Двух десятилетий Но чуть больше У нас в гостях Анатолий Чурин Руководитель областной системы образования На протяжении почти что 30 лет С действующей депутат ОЗС Лариса Копысова Проректор по воспитательной И социальной работе Кировского государственного Медицинского университета И Михаил Юсупов Директор Кировского физико-математического лицея Министр образования В совсем недалеком прошлом Я вот чем хочу поинтересоваться Все мы сейчас говорим И часто об этом упоминают Что роль учителя Авторитет учителя В школе Он ну вот Очень упал Как мы это допустили? С чем это связано? Это было очень просто 90-е, 2000-е 90-е годы просто уронили Учителя Унизили Там невыплатами зарплаты И так далее Но ведь все шло к тому Что вот сейчас Лариса Анатольевна уже говорила Как раз Образование объявлено услугой Это не социальное благо Как было в СССР А значит если учитель Оказывает услугу Он исполнитель услуги К нему как можно относиться? Ему можно диктовать Ему диктовать Его мнение по каким-то другим вопросам Которое раньше всегда Так сказать было Ну прислушивались к мнению учителя Сельские учителя Помните как Учительница Вон фильм До сих пор в нашей памяти Какой авторитет А сейчас слушать учителя Который пришел Извините Хуже одетый Чем ученик Если на нем золото И как говорится Как на елке Наши некоторые Выпускники ходят Сегодня таким образом Нет То какой же вопрос тебе? Поэтому самое главное Что мы уронили Авторитет учителя Это страшная вещь Его восстановить очень сложно И другой вопрос Что сегодня Социальная защищенность Учителя Она на каком-то Нулевом уровне Правда я вот Недавно встречался С слободскими учителями В Ахушевской школе Рассказывал им о том Что мы сейчас работаем Вот Михаил Васильевич знает Работаем над тем Чтобы поднять заработную плату Учителям И меня поразила Такая вещь Что учителя говорят Да ну наплевать Вот одна учительница Я получаю зарплату Вовремя теперь И больше мне ничего не надо Это она так рассуждает Но в масштабах страны Так рассуждать никак нельзя Потому что учительство Не может получать сегодня Заработную плату Такую как оно получает Причем ведь самое страшное То что все регионы сегодня Они очень разделены По своему так сказать Материальному благополучию Так скажем И сегодня заработная плата Кировских учителей Она резко отличается От заработной платы Учителей в соседних регионах На каком месте Михаил Васильевич Стоим сейчас Ну место трудно сказать И сколько уровень Средней зарплаты Сейчас самое главное Что есть майские указы Президента Которые говорят о том Что не просто повышать А что средняя заработная плата В образовании Она не должна быть ниже Средней заработной платы В промышленности То есть региона И эти указы мы выполняем То есть мы Постепенно зарплату повышаем Конечно речь идет о том Что повышается она незначительно И хотелось бы Чтобы учитель получал достойную зарплату Самое интересное Я свои записи недавно поднял И оказывается еще В 2009 году Мы предлагали В 2009 В 2009 году Предлагали министерству Кто-то был с министерства На нашем августовском совещании И мы предлагали тогда Что давайте мы установим Заработную плату учителя На уровне средней заработной платы По региону На уровне средней заработной платы По региону То есть не просто заработную плату А ставку учителя Вот Да Ставку учителя На уровне средней заработной платы Но Я не знаю Они Заметили Не заметили Это не могу сказать Но они сделали этот шаг Но они сделали его Совершенно по другому Они просто Среднюю заработную плату Как бы Поставили Ну По главе всего этого дела То есть не Ставка учителя Как средняя заработная плата По региону А вообще Средняя заработная плата Учителей В таком-то регионе Притягиваются К уровню средней заработной платы То есть если была бы ставка То учитель мог бы Больше заработать Все равно так Конечно Вот сейчас мы Михаил Васильевич знает Внесли предложение Губернатору о том Чтобы На уровне области Кстати это Сегодня поддерживается На уровне и страны Идея такая Но никаких Телодвижений к этому Не делается К сожалению Чтобы ставка Учительская ставка За 18 часов недельных Учитель получал Не менее 70% От уровня средней заработной платы Которая Сегодня сложилась В отрасли Вот у нас 22 тысячи рублей Средняя заработная плата 70% Это примерно 16 тысяч рублей Давайте сделаем Не 6700 Как сейчас Оклад учителя А сделаем 16 тысяч Это будет Чуть не в 3 раза больше Тогда конечно Это будет Совершенно другой Уже взгляд Но для этого Надо Как говорится Поработать Ну тут наверное Еще одна проблема В 90 возникла На мой взгляд Что Немного Да не много А серьезно Очень ушла Воспитательная работа Из образовательных организаций Как мы их сейчас называем Она просто ушла Я не ностальгирую Убрали Я не ностальгирую Но могу сказать Обучение это Собственно Воспитание Обучение 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 По закону Об образовании Образование Это воспитание И обучение Вот так В законе Об образовании Написано Так вот Не стало Тех организаций Которые ребята Объединяли И воспитывали Октября Это веселые ребята Рисуют и играют Пяшут и поют Весело живут Пионер Всем ребятам Пример Я уже не говорю Комсомоле Это может быть Были заделогизированные Как сегодня Принято говорить Но по крайней мере Мы через все это прошли Вот мы этого не чувствовали Но взамен то Что появилось Ничего И в то же время И у учителя Воспитательную работу убрали И так за нее спрашивать В 90-е Совершенно не стали Как это было раньше А когда ребенок Предоставлен сам себе Его ничего не объединяет Неизвестно Что происходит На улице И в семье Конечно Авторитет учителя Тоже это был подорван Это однозначно Но мне вот кажется Что на сегодняшний день Может быть я ошибаюсь Коллеги ближе к школе Они лучше знают Все-таки авторитет учителя Возрастает И мне кажется В этом может быть Большую роль играет То что мы все-таки Повернулись к воспитанию То что сейчас За воспитание Спрашивают уже не только И оно организовано Не только в школах Но ведь и в вузах Ведь в вузах Институт кураторства Вообще были утрачены На сегодняшний день У нас очень серьезный вопрос Раньше было Мы знали с вами Есть нравственное воспитание Нравственное Было такое И сейчас есть нравственное Духовно-нравственное Было примерно задержание Воспитательной работы В школе В общеобразовательной Сейчас разве нет такого Такого нет сейчас Но сейчас Я вот тут недавно Так сказать Знакомился с документами Прочитал какую вещь Что в примерных программах Которые разработаны Министерством Теперь возвращается Воспитательная работа Но они ее понимают Как дополнительную Нагрузку что ли Нет В дополнительных Образовательных учреждениях Дополнительное образование То есть Отдельно Не в школе Ну я не совсем Конечно согласен Потому что по новым Стандартам В принципе элемент Воспитания Он очень сильный Как бы И такую роль Играет немаленькую И есть программы Но они не дополнительные Программы Они идут как Уже Проникают через всю Систему Воспитание Через образовательный Другой вопрос Что чтобы снова вернуться К тому Чтобы это было Полноценно реализовано Чтобы была система Конечно требуется Много времени И сейчас мы видим Что появляются новые Организации Такие например Юнармия Как Российское движение Школьников Но пока они еще Не настолько массовые Хотя в них заложены Уже некоторые правильные идеи Вопрос в другом Как мы это реализуем Сможем ли мы это реализовать Когда мы говорим О том что упал Престиж учителя Но вспомните Раньше учителям В основном были По призванию По династии Учительские были Очень много было Учительских династий Учитель шел Работает учителем Потому что ему это Нравилось Шли в институты Выбирая эту специальность А сейчас Чаще всего Держивая ровный конкурс Да Был конкурс Действительно Был большой конкурс Сейчас очень часто В педагогическую специальность Идут случайно Идут потому что Никуда в другое По остаточному принцам Комплекс Двойной негативный Отбор название К сожалению Вот это вот К большому нашему Сожалению Я не говорю о том Что все Выпускники Педагогической специальности Там Недостаточно хороши Но Этот момент К сожалению Сейчас есть Что Не по призванию Попадают в школу Или чаще всего Не по призванию И вот это не очень хорошо Конечно Но наверное Это связано Опять же С не очень высокой Заработной платой Учителей Если мы сейчас Повернемся к ним Лицом И мы в общем-то Стараемся это делать И стараемся Повышать зарплату Я думаю Что Ну как-то возобновится Интерес Михаил Васильевич Вы же сделали Очень хороший шаг Недавно Начиная открывать Педагогические классы Да Это тоже мне кажется Шаг вот вперед Ну это шаг такой Чтобы поднять интерес Вообще К педагогической работе Интерес конечно Потому что Раскрыть способности С выпускниками да Школа работы Ну 50-11 класс Профориендационные Это профориендационные Это уже профильные классы Когда после 9 класса Ученик выбирает Себе педагогическую специальность Педагогический профиль И у нас в Кировской области Уже есть несколько таких классов И я думаю Что это количество Будет расти И это действительно хорошо Потому что Выпускники таких классов Они Они ориентированы Пусть не все идут А как туда попадают По желанию Все-таки отбирают По желанию Да Но они уже Они уже сориентированы Они уже понимают Что такое педагогическая специальность Потому что Ведь с одной стороны Эта специальность она ведь и непростая. Работать учителем это очень непросто. Но, с другой стороны, считаю, что очень интересно. И это одна из самых таких специальностей. Когда идешь по городу, и тебя встречают, и говорят спасибо, и тебе просто улыбаются. Я думаю, это очень приятно. Особенно, когда на селе учитель. Когда его все знают, это все равно осталось значимой такой профессией. Пусть там и немножко статус и уменьшился, но все равно учитель это есть учитель. Надо систему, Михаил Васильевич, разрабатывать какую-то понятную, как завлекать в педагогическую отрасль. Она уже проверена в некоторых странах. И у нас, кстати, это была система. Надо детей, вот правильно, Михаил Васильевич, говорит, надо отбирать. Вот, например, в Финляндии там двойной. У нас двойной негативный отбор, а там двойной отбор. В вуз педагогический в Финляндии может поступить только тот, кто занял по итогам экзаменов, попал в десятку. Число десяти процентов, даже не десятку, число десяти процентов лучших. Понимаете? Лучших надо выбирать. Затем в вуз. Приходит в вуз, там снова идут экзамены, попадают не все из этих десяти процентов. И в школу, когда молодой специалист приходит, в течение трех лет директор имеет право, если молодой специалист не справляется со своими обязанностями, он имеет право просто его убрать. Без объяснений, как говорится. А вы смотрите, Анатолий Михайлович, мы раньше, когда поступали в вуз, мы сдавали экзамен устный, поступая в вуз, и на нас педагог смотрел. И это ведь продолжалось долго. Сейчас мы принимаем по результатам ЕГЭ. Мы не видим, кто к нам приходит в педагогику или в медицину. Только балл ЕГЭ. И это тоже плохо. Но давайте в заключение отметим, что кировское образование, оно одно из лучших в России. Всегда было и есть. Да и раньше, наверное, было, но в 90-е годы мы заявили о себе. И, в общем-то, мы не теряем этот уровень. И мы до сих пор остаемся одними из лучших в стране по многим предметам. Вообще, по организации в целом общего образования и по профильным направлениям, такими как физика, математика, экономика, история. То есть, по большому счету, практически по всем. Поэтому наше образование и общее образование, и высшее образование, оно котируется в стране. Оно одно из лучших. Да, проблемы существуют. Ну, мы их будем решать. Но в то же время, да. Меня всегда это поражало. Наш народ, наша страна, да. Много-много проблем. Боже мой, как бы не утонуть. Но, с другой стороны, мы показываем результаты и котируемся, да, на самом деле. Да, результаты Олимпиад, результаты ЕГЭ у нас с вами неплохие. Да. И учителя замечательные. Ну что, Анатолий Михайлович, прорвемся? Ну, я куда. Есть еще порох в порохе. Спасибо большое за этот разговор. Анатолий Чурин, Лариса Копысова, Михаил Юсупов. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Крупный план.